здравствуйте друзья мы сегодня на open house то есть смотрим домик который продается домику 10 лет это вот окрестности вирджиния город мы уточним мы ехали ехали думаем заедем и вот значит 3600 скверфутов ну где-то там 350 340 квадратных метров дом 4 спальни сколько-то туалетов вот так люди живут играть интересно пошли посмотрим вот нам уже кричат риэлтор говорит здравствуйте сейчас зайдем что вот у нас входная дверь вот у нас тут дайвинг такой надо сказать что я ожидал что здесь могут быть потолки недостаточно высокие поскольку дома 10 лет уже но он я бы сказал в изумительном состоянии и качество очень хорошее строительство так вот я просто уже там с риэлторами пару слов перебросился так это у нас это называется sunroom это такая неотапливаемая комната она обычно не включается в площадь дома с точки зрения налогообложения там и тогда расчетные цены дома травка вокруг для алены который художник и который нужно view вот я считаю что view тут есть но может быть не художественного такого качества а это наверное водонапорная башня вон там хотим кассине наверное водонапорная башня ну чё пошли дальше паркет замечательный паркет просто очень очень симпатичный паркет колонны такие так мы пошли слева что у нас тут слева туалет вот такой туалет слушайте я хочу сказать что для туалета без всякого душа это очень такое просторное помещение тут что обычно вообще когда идешь куда-то они свет сюда сжигают а здесь видно люди живут в это такое как бы офис у них офис да они здесь может быть люди выехали на время open house а так значит они присутствуют так что еще так а это вниз давайте пойдем вниз раз мы обходим слева направо правильно так это похоже на такой бейсмент который не финишит то есть не отделанный да ну да то есть на самом деле вот вы видите стоят все перекладины то есть сделано под отделку видите уже и коробки электрические все все есть то есть она сделана но не доделана то есть как бы основа основа заложено то есть и когда например покупаешь дом то ты сразу видишь так тут у меня может быть одна комната здесь 2 то есть все абсолютно готово то есть стоимость работ по отделке окончательно и она в общем-то существенно снижена тем что здесь уже есть вот видите даже с изоляцией вот она теплоизоляции вот только шит раком их и закрыть и все и уже шикарно ну что ж это это серьезно и эта площадь не входит в те 3600 скверфутов которые записаны официально до бейсмент не включая я доволен идем дальше хотят они за него 500000 меньше немножко 499 вот представьте себе вот у нас такой ливен кром кресло из-за стейджен корзей people час live here they live here why are you working together yeah i mean yeah please don't you know love here Oh just want to talk to the school's very common so normally you want person one person could you yeah did you do any innovation all it is the in the original the the appliances Я думаю, что они в очень хорошем состоянии. Да, они в очень хорошем состоянии. Мы идем на второй этаж. Ребята, домик-то недорогой. Слушайте, я хочу сказать, что... А что-то был внизу там, да? Я сходил вниз, да. А что там внизу? Unfinished basement. То есть там перекладины все стоят, только надо шутраком заложить. Я не могу понять, где тут 3400. Это отдельный вопрос? Да, но где он? Они же зайдут 3400. Нет такого. А, ты хочешь сказать, не включили ли они туда basement? Он не финишный. Он не финишный. Так, еще один туалет. Вот это видно, что оно такое недорогое и 10-летнее. Но вообще в целом состояние дома изумительное. Состояние хорошее, но я не пойму, где площадь. Я сейчас удивлю тебя. Это мастер. Слушай, мастер. Таки да, мастер. Света, это не мастер-шмастер. Это таки да, мастер. Так, смотрим. У человека гитара. Шесть струн. Хорошо. Музыкант, наверное. Это мастер. Постой, постой. Давай покажем людям, Света. Вот walking closer. Постой, постой. Подожди сюда. Сначала сюда. Сначала сюда. Так. Это walking closer. А там выключатель есть. Так. Walk in closet. Зашли в closet. Шматья у людей таким. Так. Немного, да. Ну хорошо. Они убрали, да. Убрали. Так. Наверное, у него видеокамера есть. Он там треногом гасит. А дальше идет мастер-шмастер. Ну да. Ой. Так. Хорошо. Значит. Туалет с дверкой. Культурно. Культурно. Так. Надо сказать, что душ довольно... Ну используем. Да. Видно, что пользуется. Видно, что пользуется. Видно, что пользуется. Да. Это не долго заменить. Ну там взялось можно. Исправить. Так. А что за этой дверью? Саун, наверное. А, полочки. Как это мило, друзья. А что там? Как это мило. Там у нас walk in closet. Мечта нужна. Да. В которой уже кто-то walked in. Да. Потому что идешь, идешь. Здесь очень правильно, грамотно сделать дом. Маленький. Шкаф для мужчины. Так. И правильный размер для каждой женщины. 15 метров квадратных. У нас не у всех гостиной такой величины, как здесь гардеробчик. Загном. То есть люди понимают смысл жизни. Вот это вид изогна. Они понимают гендерные. Гардероба. Да. Алёна. С точки зрения художника и вью, который бы его, так сказать, вдохновлял. Тут есть? Ну здесь есть вью. Хороший для жизни. Но не для художников. Не для художников. Я так сказал. Не то, что артист quality вью. Нет. Так, окей. Ну, видишь, шкаф был самый лучший, наверное. Да. Когда есть такой шкаф, что еще нужно хозяйке? Ну, кухню еще нужно. Так. Ну. Для чемодана. Для чемодана. Для чемодана. Так. Там нашли еще комнату для чемоданов. Это хорошо. Так. Вот сюда меня затек. Затюкали. Значит. Вот есть bedroom. Говорят, где 3-400, где 3-600. Ну, есть тут. Вот есть bedroom. Идем дальше. Стиралка, сушилка. Вы видите там прямо по ходу. Вот мы отсюда пришли. Отсюда вид вниз. Такой богато, богато смотрится. Да. Главное не упасть. Так. Еще bedroom пошли. Вот один bedroom. Они аскетично очень тут спят. Слушайте, в каждом bedroom и в каждой комнате у него по гитаре. Обратите внимание. С усилителем, с наушничками. Я понял. Вот так. Ну да. Любит? Любит человек? На гитарке любит. Может он вообще композитор какой-нибудь. музыку пишет. Да. Напоминает мне анекдот, как там построил, ну там, криминальный авторитет. Построил замок на берегу Москва-реки. Пригласил там к братву. Ну и так они ходят, он им показывает. Вот эту картину. Говорит. Спиваков рисовал. Вот эту Ростропович. Они ему говорят, так, а же, пацаны же вроде музыканты. Он говорит, они, конечно, музыканты, но когда я говорю, рисуй. Так они рисуют. Вот, в общем, такой вот. Ну это не такого, конечно, качества. Это не замок и не на берегу Москва-реки. Друзья, но все-таки это в Америке. И, кстати, у него земли. Тут какое-то жуткое количество земли. Там типа 40 соток или даже больше. Да, друзья, мы тут навели справки. Действительно, как ни странно, ё-моё. Они этот недоделанный бейсман пересчитали в площадь. И то, что Света сказала, что это маловато, таки маловато. Вот. А земли у него 0,42 акра. Это примерно 15-16 соток. Так, такие уточнения. Это вид из одного из окошек. Красиво. Гараж, друзья, на три машины. Вот вы видите, там дверь на дверь. И тут дверь на одну. Вот. И вот куда они всю одежку-то попрятали. Ну, гараж, конечно, убийственный. Хороший. Хорошо. Класс. Тоже еврейский год назад. Тоже еврейский, да? Светочка, твое мнение. Да. Мнение эксперта. Ну, вот я очень удивилась, что я зашла в этот дом. Вот так вот. Зашла в этот дом. И почувствовала, что тут нету 3400 скверфутов. Да. А что он смотрится гораздо меньше. И оказалась права. Угу. Тем не менее. Уже все как бы уже сделано. Ну, нужно положить туда деньги. Все равно. Ну, сколько бы это? Ты должен делать полы, правильно? Полы надо сделать. Ты должен стены сделать. Ты должен на стены нанести шпаклевку. Эта работа, это стоит денег. Да. Я не скажу тебе, сколько она стоит в штате Вирджиния. Я не знаю. Да. Но эта работа, она стоит денег. Самое главное, что это обман у них вот в том, как они адвертайзуют этот дом. Объявление, да. Да. Если бы они сказали две тысячи скверфутов, то у людей сразу две тысячи и пятьсот тысяч дом. Наверное, это дорого. Да? Они пишут три-четыреста, а ты ходишь, а люди не понимают. Они думают, вот три-четыреста, три-четыреста. Больше того, даже если бы бейсмент был отделанным, то все равно бейсмент это не то же самое, что просто дом. Там нет окон или есть окна из бейсмента? По-моему, нет. Нет. Ну, то есть вот это вопрос соответствует ли цена. Значит, дом был продан перед этим за триста двадцать тысяч. Давно? В сентябре 2016 года. То есть буквально год назад. Год назад, да. За сколько тысяч? За триста двадцать, по-моему. И они уже за год хотят вот так повысить. Наверное, тут строительство идет и тут развивается этот нейбр. Но выросли ли оно там на сто сколько-то тысяч? Не, ну это, конечно, очень большой рост. Это очень большой. Учитывая, что они ничего с ним не делали. Да, я думаю, что этот дом еще постоит. Ладно. Его можно будет взять за меньшее деньги. Угу. 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 Продолжение следует...